У меня было несколько листов картона и разная лепнина, которую я отливаю сама для декора мебели. А еще я купила часовой механизм и нашла дома втулку от скотча. И сразу в голове сложилась картинка. Нужно что-то сделать бюджетное, но оригинальное из всех этих материалов. Решила, это будут каминные часы. Для начала я выложила из всего декора раскладку узора. Я долго крутила, вертела детали, вы увидите только последний результат, который меня удовлетворил. И у меня получился вот такой вариант. Дальше я все обвела карандашом, а когда убрала декор, прорисовала уже более ровный контур будущих часов. Вырезала по этому контуру канцелярским ножом две детали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повторила всю раскладку обратно. Я не наметила в первый раз, где будут располагаться часы. Обвела и вырезала отверстия под часовой механизм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом прорисовала внутренний круг с лицевой стороны наизнанку и приложила втулку и приложила втулку от скотча. Это будет отверстие с изнанки. А втулка сделает это отверстие более аккуратным. Оно нужно будет, чтобы менять батарейки в механизме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как отверстие с изнанки было вырезано, я приклеила две картонные детали к втулке. Та деталь, что будет с изнанки, приклеилась по контуру втулки. Лицевая деталь наклеилась поверх втулки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получилась вот такая конструкция. И сейчас нужно соорудить боковину будущих часов. Для этого я отрезала от длинной и узкой части картона полоску, равную расстоянию между двух сторон часов. С помощью банки слегка выгнула эту полоску. Если бы я выгибала картон без банки, он бы просто погнулся. А мне нужна была плавная выгнутость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом эту картонную полосу, приклеила между лицевой и изнаночной частью конструкции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проверила, чтобы все было тщательно приклеено, так как потом у меня по плану было шпатлевание. Обычно, чтобы не возникло трещин, все углы проклеивают бумагой. Но у меня не было подходящей, да и время тратить не хотелось. Поэтому я шпатлевала в два слоя с промежуточной сушкой. Первый был очень тонкий, он заделал все отверстия в картоне. Вторым слоем я все выровняла и оставила на ночь просыхать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После тщательной просушки мои часики стали твердыми, но корявенькими, поэтому предстояло все хорошо ошкурить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А после ошкуривания, я нанесла на поверхность грунт. Грунт использовала аэрозольный, у меня цветной. Я это сделала для того, чтобы можно было приклеить лепнину и она не отвалилась, так как ошкуренная шпатлевка пыльная и на ней плохо держатся приклеенные предметы. После всей подготовки я перешла к декору. У меня уже лежали готовые пластиковые детали, но они стали твердыми, а мне нужно было их согнуть в нескольких местах. Я положила лепнину на пару минут в разогретую духовку, полоски стали мягкие. Пластик мягкий до тех пор, пока не остывает, поэтому приклеивать нужно достаточно быстро. Таким образом, я обклеила всю боковину часов. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Перешла на лицевую сторону. Я опять разложила лепнину, как и задумывалось в начале, чтобы увидеть в каких местах у меня лишние элементы. И точно так же, как и декор на боковине, положила лепнину в духовку, а затем отрезала все лишнее. Продолжение следует... Перед тем, как начать приклеивать, прорисовала в нескольких местах по контуру карандашом. И мои детали легли потом в положенном месте. Кстати, чем еще хорош грунт? В том месте, где съехала деталь, образовалось клеевое пятно. После того, как клей схватился, я его поддела ножницами и аккуратно сняла пинцетом. С грунта это можно легко сделать. Декор приклеила и с изнанки. После того, как все подсохло, я окрасила будущие часы золотой аэрозольной краской. Окрашивала в два слоя. И посмотрите, какое роскошество получилось. Но я не хочу полностью золотые часы. Поэтому окрашу поверхность между лепниной витражными красками. Я взяла краску бирюзового цвета, тонкую кисточку, чтобы можно было залезать в труднодоступные места. И окрасила намеченные места в шесть слоев с промежуточной просушкой. Подсохшая краска потом выглядит, как глазурь на керамике. Продолжение следует... Все, мне осталось вставить часовой механизм. И вот теперь я осталась довольной. Осталось прикупить дворец, чтобы можно там было выставлять все мои королевские подделки. Ну и конечно наслаждаться результатом. Надеюсь, вы с интересом провели время. И я буду вам благодарна за лайки и комментарии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok